Генеральный спонсор канала страйкбольный магазин Airsoft Rus Всем привет, с вами Александр Евгеньевич, вы опять на канале Red Army Airsoft Мы опять продолжаем рассматривать страйкбольные игрушки и опять от тайваньского производителя WE Сегодня ко мне в руки попали творения сумрачного тайваньского гения Две беретты М92 Long В интернетах я, конечно, видел беретту М92FS CTC вот с таким удлиненным пламегасителем Но такую длинную беретту я вижу в первый раз Насколько я знаю, боевого прототипа у данной модели нет У меня на руках два пистолета, которые отличаются цветовым решением и магазином, который идет в комплекте Один пистолет идет с CO2 магазином, второй с GreenGas Честно сказать, по внутрянке мне оба пистолета показались идентичными Так что, скорее всего, можно использовать и те, и другие магазины Хотя, если честно, я не стал использовать CO2 магазин с пистолетом, который шел с GreenGas магазином Ну мало ли Комплекты поставки, как я уже сказал, отличаются магазинами Ну и для CO2 версии в комплекте есть вот такой вот шестигранник для ввинчивания CO2 баллона в магазин Затвор металлический, рамка металлическая, накладки на рукоять пластиковые На этом пистолете накладки на рукоять тоже пластиковые, но выполнены в виде имитации под дерево Органы управления, как у беретты М92 Кнопка сброса магазина Кнопка сброса затворной задержки Флажковый предохранитель Ударно-спусковой механизм двойного действия То есть, чтобы произвести первый выстрел, не обязательно возводить затвор Однако требуется некоторое усилие на спусковой крючок Все последующие выстрелы происходят с меньшим усилием на спусковой крючок А вот функции декокера нет Хотя у боевой беретты М92 можно снять курок с боевого положения нажатием на предохранитель Здесь, как вы видите, курок остается в том же взведенном положении Моим первым пистолетом был беретта М92 от Киберган Он работал на СО2 и, несмотря на это, за все время работы у меня не было к нему никаких нареканий, кроме двух Первое нарекание было связано с дурацким креплением пружинки, которая подпружинивает вот эту направляющую от спускового крючка до курка Когда вот этот винт разбалтывался и накладка на рукоять неплотно прилегала к рамке, пистолет переставал стрелять Нужно было поправить пружинку, подвинтить обратно этот винт и тогда он продолжал работать Второе нарекание было связано с эргономикой самой беретты На модели от Киберган предохранитель намного свободнее переключался И получалось, что во время взведения можно было случайно поставить пистолет на предохранитель Поэтому я привык перезаряжать пистолет где-то за центральную часть затвора Здесь, конечно, предохранитель более тугой, но вполне вероятно, что такая проблема может быть К плюсам конкретно этого пистолета могу отнести длинный стволик, который положительно влияет на кучность и дальность Разбирается пистолет следующим образом Отмыкаем магазин Нажимаем вот на эту кнопку И опускаем флажок вниз Снимаем затвор Чтобы добраться до хопапа Необходимо достать вот эту вот пружинку Вот таким вот образом Достать ствол Достать внутренний стволик Регулировка хопапа происходит с помощью вот этого винта Собирается пистолет в обратном порядке К этому пистолету подходят магазины производства ВЕ для пистолетов Беретто Также бывают магазины увеличенной емкости на 50 шаров Еще к нему могут подойти магазины от КГВ Но подойдут они или нет, зависит от конкретного пистолета и от конкретного магазина А сейчас я телепортирую в страйкбольный клуб Дельта Где по традиции проверю эти пистолеты на хроне И немного из них постреляю КОНЕЦ КОНЕЦ На этом все Надеюсь очередной экспресс обзор показался для вас полезным Если это так, ставьте палец вверх И не забывайте подписываться на наш Ютуб канал На нашу группу ВКонтакте И на страницу на Фейсбук Всем пока!